Павел Лисянский, с вами на связи, директор Института стратегических исследований безопасности, основатель Восточной правозащитной группы. Павел, здравствуйте, рада вам в эфире Фридом. Доброе утро. Да, доброе утро. Простой вопрос, к чему готовят российских подростков? К войне, к смерти, к захвату территорий других государств. Их учат убивать. Я вот буквально вчера сделал пост, да, в фейсбуке своем, я написал, что в информационном пространстве Российской Федерации все начали говорить про мир, призывать к миру, а по факту они воспитывают убийцы, призывают к геноциду. То есть заявления политиков Российской Федерации кардинально расходятся с тем, что происходит у них на земле. Мы-то все видим и на оккупированных территориях, и в Российской Федерации. Люди сообщают, родители говорят. И, соответственно, чем отличается вот этот вот процесс милитаризации детей, ну, скажем, 2017-2020, вот 2022-2024. Во-первых, это воспитание вот детей в военном плане, оно полностью адаптировано к войне. То есть сейчас их обучают, упор, это управление беспилотными летательными системами. Вот. Это в том числе отработка не просто вот игры, там, пострелять по мишеням, а отработка стратегических и тактических приемов во время ведения боя. Им демонстрируют карты. Вот мне же, я общался с родителями, с родственниками, родители которых, вот, дети которых занимаются вот в таких кружках. И они говорят, что им демонстрируют страны, очень похожие на страны Прибалтики. То есть маленькие страны, возле которых есть море. Возможно, это отдельные регионы каких-то стран. Но, тем не менее, их готовят к полномасштабной агрессии. Это не про воспитание патриотизма. Это полноценное, допризывное, даже не допризывное, это полноценный курс молодого бойца, как первая стадия перед тем, как пойти в армию или вступить в боевые действия. То есть цель Российской Федерации. Какая вот цель Российской Федерации? Для того, чтобы не тратить время после объявления военной агрессии для, там, своих солдат, населения. Потому что они уже будут готовы убивать и захватывать новые территории других государств. Да, и в данном случае, вот, с этой милитаризацией им дают еще и идеологические установки этим детям. И в основном это, конечно, вот ориентация на Запад. На страны Европейского Союза, что главный враг это там. То есть речь не идет, к примеру, о, там, Таджикистане или Узбекистане. Речь идет вот о странах Балтии, к примеру, странах Европейского Союза. Вот они ориентируют этих детей, в которые вкладывают в руки оружие, что главные их враги это там. Интересно, что Татьяна Голикова, это вице-премьер России, еще в феврале говорила, что система, тут в кавычках, патриотического воспитания в России к концу 2024 года охватит 72% детей и молодежи. И, что самое интересное, возраст от 5 до 19 лет. Вы в своем телеграм-канале писали как раз о милитаризации накануне нашего с вами разговора. Вы писали от 6 лет. Ну окей, тут год, честно говоря, разница вообще не играет. Но мне просто интересно, вот, чему можно научить 5-6-летнего ребенка в рамках патриотической вот этой подготовки, в рамках вот российской милитаристской деятельности. Ну я это писал по факту. То есть Голикова говорила о планах. То есть они еще будут снижать возраст. А по факту это уже дети, которые вот 6 лет. А что можно проявить ребенка в 6-ти лет? Ну как минимум вовлечь его в, скажем, ну для ребенка-то это игра, вот оружие, вот это вот все, то есть как бы это игра. То есть вовлечь ребенка в, скажем так, военный милитарифм. Для того, чтобы потом в будущем ребенок связывал свою жизнь непосредственно с военной формой, оружием, захватом, ну и так далее. То есть ребенка полностью перепрограмируют в этом возрасте, скажем так, не стать, к примеру, специалистом в IT, не стать, к примеру, поэтом, художником, а взять в руки оружие и убивать тех, кого скажет им Кремль. Поэтому вот так, вот моя коллега Вера Ястребова, она увидела другую систему милитаризации, да, то есть как бы она вот написала и скинули фотографии, что сейчас делают в регионах РФ. То есть они ходят по улицам небольших населенных пунктов, инструкторы автономных некоммерческих организаций, которые подписали договора с Минобороны Российской Федерации по обучению военного милитаризма среди детей. Вот они ходят там с оружием, с травматическим, еще с каким-то, просто по, скажем так, по дворам каким-то. Видят там дети, там гуляют, ну, фактически там беспризорные. И они приходят к ним и там демонстрируют это оружие, как-то их самоорганизовывают, и сам их способных потом передают на второй уровень военной милитаризации, да. Там вот прямо на фотографиях видно, что эти дети, они даже еще не в военной форме пока, и они очень маленькие. То есть, понимаете, они стараются мобилизовать весь ресурс детей и подростков, в Российской Федерации, к вовлечению военному делу. То есть, ну, военное дело это не классическое понятие, вот, которое может, да, там, наши телезрители могут понять. В Российской Федерации на данный момент военное дело это агрессивная политика войны. Когда я говорю вовлечь военное дело, это значит вовлечь детей в будущие агрессивные действия, которые планирует диктаторский режим Кремля. То есть, по сути, да, экономят время на учебку, да, то есть сразу закончил школу и вперед. А, Павел, а как это все соотносится, в принципе, с правами ребенка, с положениями международными, которые в мире приняты? Ну, напомню, что у диктатора российского Путина уже есть ордер на арест, который как раз связан с тем, что он воровал украинских детей, тут, видимо, опять дети, опять же, тут удар по детской больнице, ну, видимо, там пунктик какой-то, да, в голове не будем сейчас психиатрией этого углубляться. Ну, как надо сейчас реагировать? Ведь, ну, наверное, не просто так вот эта вот милитаризация детского образования, она, ну, мягко тогда, говоря, не поощряется в мире. Смотрите, вот, идеологи, ну, скажем так, главные там политологи, идеологи диктаторского режима Кремля в Российской Федерации и сейчас распространяют такой нарратив, что люди в Российской Федерации – это ресурс власти. Власть народу ничего не должна. То есть это такой фашистский нарратив. И на сегодняшний день народ должен быть благодарен власти для того, что, ну, потому что они живут, они там работают, еще что-то, и народ должен сделать все, чтобы этот диктаторский режим сохранился. Это продвигают идеологи, эти политологи диктаторского режима. То есть, другими словами, диктаторский режим планирует использовать этот человеческий ресурс, потому что для него это не люди. Вот эти дети в военной форме для диктаторского Кремля – это не люди, это человеческий ресурс. Этот человеческий ресурс диктаторскому режиму необходим для своего сохранения, для сохранения своих кланов, своих семей, своих детей, которыми вот как раз они детьми считают. А вот эти дети из бедных семей – это все для них человеческий ресурс. Поэтому о правах ребенка, о правах человека для диктаторского режима Кремля нет такого понятия, если это не касается членов их семей или членов семей ближайших их кланов. Мы вот перед разговором говорили, что в этих центрах в том числе обучают российскую молодежь, детей непосредственно бойцы так называемой СВО, в основном это, я так понимаю, ЗК бывшие и прочее, прочее. Проводя вот эту аналогию с нацистской Германией и с Гитлером Югендом, тогда была такая схема-система, она специально была выстроена, называлась она «Молодежь руководит молодежью» для выстроения вот этих связей между собой и выявления лидеров настоящих непосредственно, и в «Дойче с Юнгфольк» так было, и в других возрастных группах непосредственно. А кто вот обучает вот этих подростков? Это как раз те так называемые ветераны СВО, бывшие зэки, подготовленные взрослые, либо молодежь. А там же нет единой системы милитаризации образования как на оккупированных территориях, так и в Российской Федерации. Она там разделена, и вот, ну я сейчас коротко объясню. К примеру, казаки. У казаков есть где-то приблизительно 40% ресурса для обучения молодежи процессам милитаризации. Ну то есть там активно внедрена вот, ну не функция, да, как бы, а составляющая православия. То есть по сути это православный халифат, то есть православный там, православный крест и автомат на перевес. Вот это так, если коротко обрисовать то, чему учат казаки. Вот у них под контролем, ну практически вся Луганская область, там казачьи кадетские корпуса и так далее. Милитаризация детей в Дагестане и в Чечне, она проходит по другим лекалам, потому что религия, соответственно, другая. Милитаризацию детей, организация, к примеру, ДОСААФ, добровольное содействие армии и флоту, и Центр воин, это новосозданный, проводят совершенно по другим лекалам, без, скажем так, без религиозной составляющей. Вот, да, и таким образом, но я еще могу долго, да, рассказывать, но таким вот образом нет единой системы там милитаризации детей, и это хорошо, потому что фактически, что мы сейчас видим, что разные идеологические группы в составе Российской Федерации обучают детей воевать и убивать. К примеру, там, в Дагестане и в Чечне учат убивать неверных, казаки учат детей, там, православных, ну, которых, там, православное вероисповедание, там, говорят, что другие вероисповедания для них это враги. Почему я говорю, что это хорошо? В основном, детям вкладывать оружие в руки, это очень и очень плохо, но они же учат убивать этих детей, как бы, нас, украинцев и других стран, но возможна вероятность того, что между этими группами влияния в будущем, между ними, там возникнут конфликты, которые сейчас уже есть на этнической почве, и, таким образом, Российская Федерация, ну, она, фактически, сделает сама себе медвежью услугу и, научив всех детей воевать, она не просчитала только одного, что вот эти группы, они между собой будут конфликтовать, и, в конце концов, эти конфликты военные могут быть не на территории других стран, как это планирует диктаторский режим Кремля, а в середине Российской Федерации. Чего мы им искренне, на самом деле, желаем. Павел, а если говорить о том, что, скажем так, о выпускниках вот этих лагерей военных и всего остального, а первые воспитанники когда могут, по сути, оказаться на поле боя? Вы знаете, ну, еще в первые дни военной агрессии, в 2022 году, еще те выпускники, вот, даже учащиеся школы, мы фиксировали случай, когда там, грубо говоря, 16-17 лет вот такому там ребенку, да, ему дописывали там год-два и отправляли на фронт. Но это в том числе было как под принуждением, так и по желанию самих вот этих вот детей. Такие случаи были, скажем так, ну, их были не тысячи, но десятки таких случаев мы фиксировали, это первый момент. Второй момент это то, что я думаю, что если вот все планы диктаторского режима Кремля, вот они будут получаться, да, скажем так, то они не будут смотреть на возраст. То есть они просто будут раздавать в руки оружие всем и будут отправлять на фронт. Ну, понятно, что шестилетних не будут отправлять, но я думаю, что с 14 лет, когда они получают паспорт, ну, вот они сейчас активно паспортизируют население, на оккупированных территориях в том числе, вот с 14 лет, то я думаю, что с 14 лет они будут там вот таким вот образом дописывать несколько лет в паспорта и отправлять. Причем они это как делают? Они такие примеры, говорят, вот там наши деды дописывали там в 16 лет 2-3 года и шли на фронт против фашистов, и вы вот так должны, вот такое не спекуляцию практикуют. И таким образом, что вот они могут отправлять детей на фронт уже тогда. И я же говорю, что в 2022 году такие случаи, ну, как бы уже были. Они же не для того с 5 лет обучают ребенка, чтобы он умел убивать и воевать, для того, чтобы подождать там 20-30 лет и потом только куда-то отправлять. Им необходим огромный человеческий ресурс для того, чтобы закидывать просто людьми, просто осуществлять местные штурмы. А сколько лет этим детям будет, для них это не важно. Павел, у нас минутка буквально. Еще раз вернемся к тому, что обучают детей вот эти так называемые ветераны СВО, бывшие заключенные. Слушайте, а не страшно ли в целом, вот нормально давать управление, вот этот процесс-то обучению детям, детей, по сути, заключенному, который, может, сел за изнасилование ребенка непосредственно? Минутка у нас. Там и серийные убийцы есть, и уже есть случаи, когда и насиловали, и убивали детей на оккупированных территориях. Я не знаю, как из этих патриотических клубов, но в принципе, какая разница. Дети есть дети, хоть они входят в этот патриотический клуб, хоть не входят. Поэтому, ну, это лишний раз доказывает то, что диктарскому режиму Кремля наплевать на безопасность этих детей. Павел, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Спасибо за деятельность Восточной правозащитной группы. Напомню, что Павел Лисянский был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!